26 января в Слуцк прибыли столичные гости. Наш город принял участников интернационального 57-го звездного похода. Этот проект Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка реализуется с 1966 года. Интернациональный отряд под названием «Зорный фест» отправился на Случину. Наш отряд факультета эстетического образования Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка интернациональный. В нашем отряде принимает участие 7 национальностей. 6 наших университетов, партнеров прислали своих студентов рассказать об истории страны, об системе образования, познакомиться с нашей страной и с историей. Отрадно, что, например, участники из Казахстана, у каждого из них дедушка воевал на территории Белоруссии. И одна из участников Динара привезла с собой даже портрет и орден, которым был награжден дедушка. Мы подарили нашим гостям из армянского государственного педагогического университета книгу «Воины армяне в Республике Беларусь во время Великой Отечественной войны». Это уникальные здания. Они нашли тоже 4 армянина погибли и покоронены на Случине. И для нас это очень такой уникальный опыт. Мы посещаем школы, мы встречаемся с ветеранами, мы общаемся с педагогами, потому что одной из составляющих вообще идеи звездного похода – это патриотическое воспитание. И, безусловно, профориентационная работа. И все силы направлены на повышение качества образования, как в учреждениях общего, среднего образования, так же и высших. И показать студентам, что такое школа, не только столичная, но и регионального формата. Еще одна наша задача нашего отряда «Зорный фест» – это посетить братские могилы, памятники. И все, что связано с сохранением памяти погибших героев во время Великой Отечественной войны. И это всегда трогательно. Участие и детей, и взрослых, ветеранов. Иностранцы рассказывают, наши иностранные гости, о своих впечатлениях о Великой войне, Великой Отечественной. И, вы знаете, это настолько все трогательно и по-честному. Поэтому огромное спасибо этой земле Случине, потому что на вашей территории история не только Великой Отечественной войны, но и история нашей страны. Первая гимназия, которая является старейшим учреждением образования всей республики. И мы будем сегодня в этой гимназии. Для нас это тоже, я бы сказала, подарок. И мне бы хотелось сказать, не просто так я держу этот буклет. Вот в год исторической памяти мы создали свои осветники земли белорусской. Это уникальный проект, потому что все осветники всем располагаются у нас на территории университета. Написаны преподавателем эстетического факультета. А наш талантливый студент написал всю эту каждому портрету. И есть здесь QR-код, по которому можно услышать это произведение. Это уникальный подарочный такой сборник. И мы с большой радостью сегодня будем вручать и начальнику управления Слудского исполкома. Гости из Новосибирского педагогического университета, участницы фольклорного театра «Балаган» изучают локальные региональные этнокультурные традиции и принимают активное участие в различных проектах, в том числе и международных. Гости из Новосибирского педагогического университета, участницы фольклорного театра «Балаган» Гости из Новосибирского педагогического университета Ну и мы отреагировали, потому что поняли, что нам это близко. В репертуаре нашего коллектива есть много песен, времена Великой Отечественной войны, военных песен в целом. Ну и большой интерес вызвало сотрудничество с педагогическим университетом, поэтому мы здесь. Мы в большом восторге, насколько у вас ценят, пестуют народную культуру, да, она везде на первом плане, то есть любое мероприятие начинается с этого, мы от этого просто в восторге, потому что у нас приходится что-то доказывать иной раз, да, а здесь действительно это любят, ценят и понимают значимость сохранения этнокультурного наследия. Важно, что у нас на Случине вчера было уникальное событие, это была национальная свадьба в Центре творчества, и это для наших иностранных гостей, даже для меня, это было уникальное событие, потому что это все впервые, это все живое, и исполнение музыки народной, и обрядовость, конечно, большое спасибо Слуцку за этот подарок, это для нас мы были очень тронуты. Хочу сказать, что в той школе, в которой мы были уже, это восьмая школа, это в Греске школа, принимали как родных, и это очень трогает. В 2022 году география звездного похода расширилась не только среди регионов, которые посетят студенты, но и среди тех, кто участвует в походах. Студенты из Армении, Казахстана, России, Таджикистана и Узбекистана давно мечтали посетить Беларусь. Я приехала из Казахстана, из Карагандинского университета, чтобы посетить память о своем дедушке, который воевал во время войны в Беларуси. Мой дед водил машину, перевозил раненых солдатов, а также возил продукты питания для нуждающимся. Сохранение исторической памяти очень важно для нас, для нашей родины, а также для нашей земли. Моя прадедушка воевала здесь, на территории Беларуси, и погиб, и ее похоронили здесь, на Битевском районе. Мне Беларусь очень понравился, и мы здесь народные танцы танцевали, концерты устраивали, участвовали, и мне все понравилось. Здравствуйте, мы студенты из Армении, государственное педагогическое университет. Мы специально прилетели в Беларусь, чтобы чтить наших предков, которые воевали в Отечественной войне. И очень многие из них воевали и погибли в Беларуси. И еще наша цель была познакомиться с вузом, белорусским педагогическим вузом, и познакомиться с многими ребятами, которые учатся там, и участвовать в программе «Звездный поход». Нам тут очень понравилось. В принципе, привезли с собой наши костюмы народные, которые мы использовали с древних времен, и стихотворения, которые мы во время программы с любовью посвятили белорусам, стихотворения про нашу страну, самое популярное стихотворение, которое даже хотели как гимн использовать, армянский гимн. Я магистрант первого курса Национальной Академии Наук Таджикистана. И, во-первых, я хочу выражать свою благодарность организаторам этой программы. И я очень счастлив, что именно я представляю Таджикистан на этом мероприятии. Также это хорошая возможность узнать о белорусской истории и культуре белорусского народа. Интернациональные гости на случай не всего два дня, а у них уже масса впечатлений. Во-первых, любое место – это люди, а люди у вас потрясающие, открытые, гостеприимные, доброжелательные. Ну и огромное впечатление, конечно, производил мемориальный комплекс. Действительно, предки видели войну в лицо, проживающие здесь. Мы-то в Сибири в тылу были. И, конечно, от этого прям мороз по коже, когда стоишь возле этой братской могилы, когда представляешь, когда эти цифры слышишь, видишь. Это, конечно, огромное впечатление на нас оказало. Очень хорошее впечатление, особенно от людей, потому что у всех вас такие открытые, любящие сердца. И все это так очевидно, все помогают очень много. Все очень хорошо, нам очень, честно, понравилось все. И, ну, особенно люди понравились. За эти несколько дней, которые я нахожусь тут, у меня накопились самые лучшие впечатления насчет белорусского народа, об их гостеприимстве. И за этот краткий период времени я увидел множество достопримечательностей белорусского народа. И резюмируя, вот как бы подводя итог, как дома. Мы как дома. Спасибо большое Слуцку. Спасибо всем, кто нас встречает, за нас беспокоится. И самое главное, мы идем, а в городе нам говорят «Здравствуйте!» И дети, и взрослые, и наши иностранные гости, они так «Вау!» Как удивительно. Ну, и говорят о том, что Республика Беларусь очень солнечная и теплая, независимо от того, что зима. Для нас это самое важное. Габустина Ольга Викторовна. Овсяникова Анастасия Александровна. Кучеревская Марина Олеговна. Коновальцева Алена Игоревна. Есть вечная любовь, что людям тарит небо. Есть вечная любовь, что не путагрия любви. Бога слави прошу, мою отчизну небо. И каждый дом, и все, кто в нем, И каждый дом, и все, кто в нем, Благослови, благослови. Анастасия Жигальская, Игорь Олейников, Слузг ТВ.